Фильм «Чистилище» – где, на ваш взгляд, показана правда, а где ее ловко завуалировали ложью. Фильм «Чистилище» 1997 года – это военная драма, основанная на реальных трагических событиях и рассказывающая о штурме чеченскими боевиками комплекса городской больницы. Объект обороняет отряд полковника Виталия Суворова, на помощь которому прорывается группа разведчиков спецназа ГРУ. Внимание, фильм изобилует жестокими сценами насилия, имеет возрастное ограничение 16+. «Я ничего не придумал, а просто все виденное своими глазами запомнил и воссоздал. У меня нет вымышленных героев», – рассказал Александр Невзоров в гассете «Комсомольская правда» после выхода фильма на экраны. И действительно, прообразами как минимум пяти героев «Чистилища» были реальные люди. Сегодня о них и расскажем. Приветствую, на связи Нью Солдат. И мы начинаем. Итак, «Чистилища» основаны на реальных событиях, но в отличие от фильма, 131-я отдельная мотострелковая бригада в реальности вела бой вовсе не за больничный комплекс, а за железнодорожный вокзал. Министерство обороны РФ в свое время отказало Невзорову на съемках в своей поддержке. «Они мне выставили счет за все, что я просил. И там за каждую стрелянную гильзу я должен был заплатить 5-6 тысяч рублей. А мне их нужны миллионы, потому что стрелянными гильзами засыпано все в местах ведения боевых действий», – вспоминает Александр Невзоров. Видимо, армия прочла сценарий и осталась недовольна. Поэтому помощь нам оказали внутренние войска. В массовках снимались солдаты, прошедшие через Чечню. Съемки проходили под Санкт-Петербургом в Сестрорецке. Условия работы актеров были фактически приближены к боевым. Во-первых, руин вокруг было столько, что можно было подумать, что война шла не в Чечне, а непосредственно в Сестрорецке. Во-вторых, над кинематографистами буквально издевалась погода. Фильм начали снимать при температуре минус 22 градуса по Цельсию, а закончили при плюс 4 градусов по Цельсию. И все это в течение одной зимы. То шел снег, то была слякоть, и все жались к единственной печке, стараясь согреться. Когда же съемки были завершены, и артисты приступили к озвучиванию картины, на дворе стояло уже лето, довольно жаркое. Кондиционер включать было нельзя, чтобы шум не мешал работе. И температура в студии порой доходила до плюс 50 градусов по Цельсию. Но давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Прототипы главных героев фильма «Чистилище». Гвардии полковник Виталий Суворов. Это полковник Иван Савин, командир 131-й отдельной мотострелковой бригады. Герой Российской Федерации посмертно. Дукус Исрапилов. На самом деле никто иной, как полевой командир Хункар Паша Исрапилов. Игорь Григорощенко. Участник штурма Грозного, 1994-1995 годы, старший лейтенант Игорь Григорощенко. Кобра. Это майор Алексей Ефентьев, позывной Гюрза. Командир отдельной разведывательной роты 166-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Костя Питерский. Константин Масалёв. Череп. Разведчик отдельной разведывательной роты 166 ОМСБР. Далее подробнее о каждом из них. Прототип Виталия Суворова. Полковник и командир бригады, удерживающий больничный комплекс Виталий Суворов с позывным «Сугроб-2» был списан с Ивана Алексеевича Савина, командира 131-й мотострелковой бригады и Героя России. В декабре 1994 года он получил срочный приказ отправиться в Чеченскую Республику. Цель – проведение операции по разоружению незаконных бандитских формирований. Прибыв в район Грозненского аэропорта под названием «Северный», Савину дают новое задание – занять позиции в районе реки Нефтянки и открыть поддерживающий огонь, чтобы обеспечить проход в город российских штурмовых отрядов, пехоты, техники и группировок федеральных войск. Утром 31 декабря перед его подразделением появилась новая задача – войти в Грозный и занять железнодорожный вокзал. Объединившись с 81-м мотострелковым полком, бойцы выполнили боевую задачу к обеду 1 января. Удержать вокзал им удалось даже, находясь в окружении со всех сторон. У них была надежда подкрепления своих. В ходе боев подразделения Савина понесли значительные человеческие потери. Также бригада лишилась 22 танков, 45 боевых пехотных машин. Сам Иван Савин в ходе ожесточенного боя получил два ранения. Но даже в такой ситуации он не оставил командный пост. Оказавшись в сложной тактической ситуации, Савин получил приказ выводить свое подразделение из окружения. Ему удалось оперативно организовать эвакуацию тяжелораненых однополчан, вывоз рядовых бойцов и офицеров. Когда первая колонна смогла отойти, полковник скомандовал об отступлении. Российские военные стали покидать Грозненский железнодорожный вокзал. Но на самом выходе попали под сильный артобстрел, поэтому им пришлось переместиться на заброшенную автомобильную базу и там укрыться. Дав своим подопечным короткий отдых, Савин принимает решение прорываться. В результате российские войска несут дополнительные потери. Один из осколков попадает полковнику в глаз. Иван Савин погибает на поле боя. Его мужество и отвага были оценены по достоинству не сразу. Он попал в разряд забытых героев. Иван Алексеевич Савин прожил всего 41 год. Главную награду он получил посмертно. Герой России полковник Савин был представлен к награде практически сразу, но до подписания указа президентом прошло целых 10 лет. Только в 2005 году глава государства Владимир Путин присвоил Ивану Савину звание Героя России посмертно. Награду передали его вдове Валентине. Она плакала на траурном митинге, посвященном присвоению ее мужу почетного звания, как и много лет назад. У Савина множество других наград. Орден мужества, орден за службу Родине в вооруженных силах, юбилейные медали и награды. В память о нем в Майкопе установили мемориал, посвященный бойцам бригады Савина. На постаменте мемориальная доска, на которой высечены слова о подвиге комбрига. Ежегодно в день его гибели проходят траурные мероприятия, проводится торжественная перекличка погибших воинов. Прототип Дукуза Исрапилова – это чеченский террорист Хункар Паша Исрапилов. Внешне прототип и герой не очень похожи, разве что фамилии одинаковые. Исрапилов реально был одним из приближенных Басаева. Из оперативной сводки ФСБ. Хункар Исрапилов – уроженец села Алирой. Приметы. Возраст около 30 лет, рост 170 сантиметров, носит короткую черную бороду на правой щеке шрам. Ближайший помощник Шамиля Басаева. Отряд Исрапилова контролирует работу нефтяных скважин, используемых для финансовой поддержки боевиков. 14-19 июня 1995 года Исрапилов принял участие в Басаевском налете на Будденовск. 14 декабря 1995 года вместе с Салманом Радуевым и Султаном Елисхановым захватил и удерживал до 19 декабря большую часть Гудермеса, навязав федеральным войскам тяжелые бои. 9 января 1996 года вместе с Радуевым и Турпалом Атгириевым командовал отрядом во время рейда на Гизляр. По сути, был военным руководителем атаки на город. Был одним из руководителей обороны села Первомайское. По словам Исрапилова из интервью, которое он дал во время противостояния в Первомайском, «Наши 250 бойцов отбили 22 атаки 15-тысячной группировки российских войск. Она состояла и из ОМОН, и СОБР, и Альфы, и двух танковых бригад и десантуры. Маджахеды уничтожили в боях до 800 русских солдат». Летом 1996 года стал командующим Юго-Восточным фронтом ЧРИ. В его группировке насчитывалось до 1600 боевиков, в том числе до 150 наемников. Отрядами командовали Шамиль Басаев, Султан Гелесханов и Алауди Хамзатов. На вооружении числилось 5-6 танков, 7-8 БМП, 6 орудий, 4 РСЗО, 7 ЗУ, 7-8 ПЗРК. После окончания войны получил звание местного бригадного генерала. В сентябре 1996 года указом Яндарбиева был назначен начальником департамента налоговой полиции коалиционного правительства ЧРИ. В ночь на 26 апреля 1997 года на Исрапилово было совершено покушение, в результате которого Хункар был ранен и госпитализирован. В мае 1997 года указом Масхадова назначен директором учрежденного антитеррористического центра ЧРИ. Теперь в своем распоряжении стал иметь следственные бригады и группа быстрого реагирования общей численностью 350 человек. Руководил АТЦ до конца 1998 года. В 1998 году Хункар Паша ушел в оппозицию Масхадову. Так, 29 сентября 1998 года, на очередном объединенном съезде участников русско-чеченской войны и воинов сопротивления в Грозном, он выступил с Басаевым и Радуевым с обвинениями Масхадова в узурпации власти, нарушении Конституции, уходе от идей независимости. Фактически, полевые командиры потребовали отставки Аслана Масхадова. В августе-сентябре 1999 года принимал непосредственное участие в боевых действиях сепаратистов в Навалакском районе и Кадарской зоне Дагестана. В 1999-2000 годах командовал отрядом сепаратистов при битве за Грозный против российских войск. 1 февраля 2000 года подорвался на мини при отходе из города Грозного через минные поля в районе Алхан-Калы. Прототип Игоря Григощенко. Многим зрителям наверняка запомнился вихрастый с мальчишеским лицом танкист, как раз и говоривший о том, за что он здесь воюет. «За ребят, за Серегу на выпуске рядом стояли, за Россию. То, что мы здесь – это наша земля. Я потомственный казак. Наша земля. Этот город основали казаки, мои предки. И я здесь, если надо, положу свою голову. Это наша земля, Россия. Отдадим Чечню – распадется Россия. Но если по телевизору показывать будете, то детям, жене, мамке с бабкой привет большой передайте. Живой и здоровый». Фильм был показан 11 января. В тот же день «Красная звезда» опубликовала на первой странице фотоснимок. Присев на краешек ящика из-под боеприпасов, положив на колено автомат, в объектив смотрел молодой симпатичный боец в танкистском шлеме. «Солдат войну не выбирает». Такой была подпись под снимком. Некоторое время спустя стало известно. Героем как невзоровского сюжета, так и фотографии в «Красной звезде» был один и тот же человек. Старший лейтенант Игорь Андреевич Григорошенко. 1968 года рождения, из Киргизской ССР. Командовал в Чечне мотострелковым взводом, а затем разведвзводом разведроты. С запозданием пришла и другая, на этот раз страшная весть. К моменту выхода фильма в эфир и публикации в газете фотографий Игоря уже несколько дней не было в живых. Герой погиб от осколка мины. Посмертно был награжден терским казачьим крестом за бои в Чечне первой степени и серебряным крестом за возрождение Оренбургского казачества. Похоронен в городе Прохладном. Прототип Кобры. Легендарный командир «Бешеной роты» в фильме представлен как радиопозывной «Кобра», что вносит путаницу, так как в реальности позывной у Алексея Ефентьева был Гюрза. При этом в отряде у Гюрзы был человек с позывным «Кобра». Однако прообразом героя фильма служил именно Ефентьев. Это ясно из постоянно произносимого «на», что в фильме, что в жизни. Командир «Бешеной роты» жив. Воспитывает сыновей настоящими мужчинами. Он не похож на спецназовца ГРУ из фильма. Ефентьев не был спецназовцем. Он разведчик мотострелковой бригады. Он не носил шлем и броню, как в фильме. Обычный парень, которому было не все равно. Прототип Кости Питерского. В составе «Бешеной разведроты Гюрзы» служил спецназовец Константин Масалев. На самом деле его прозвище было не «Костя Питерский», как в фильме «Невзорова», а «Череп» за неизменную бандану с веселым Роджером. Масалев был среди тех отчаянных бойцов Гюрзы, которые сбегали из госпиталя, чтобы первыми ринуться в бой, не успев даже толком оправиться от ран. Разведывательную роту МСБР номер 166 не зря прозвали «Бешеные». Это были совершенно бесстрашные бойцы, могли выйти в бой с численно превосходящим их противником и победить. Шли напролом во весь рост. Однако, по словам бойца, не было такого понятия «бешеная рота». Его вместе с позывным «Костя Питерский» придумал Невзоров. Во время боя под Белготоем Константин будет ранен. Ему прострелят колено. Но не дождавшись выздоровления, боец сбежит на передовую. Хотел успеть ко второму штурму Бамута. Срочную службу Масалев проходил в Грузии, в городе Ахалкалаки, на 62-й военной базе. Это был 86-й учебно-танковый батальон. На обучение его предварительно направили в танковую учебку Ленинградской области. После срочной службы Константин подписал первый контракт. Потом немного отдохнул, попробовав гражданскую жизнь, и подписал второй контракт. С ним и уехал в Чечню. Константин Масалев участвовал в обеих чеченских войнах, и в первой, и во второй. По его словам, в первую кампанию люди со стороны противника были лучше подготовлены. Во второй чувствовалось, что людской резерв у врагов подходил к концу. По его же словам, что касалось российских войск, везде был одинаковый дурдом. Плохая еда и дешевые сигареты. О своей мотивации идти в бой Масалев говорит просто. Там шла война, и нужны были бойцы. Раз задели Россию, решили сделать нас рабами. Значит, нужно было ответить соответственно. По впечатлениям окружающих Масалев, открытый и простой человек. Про таких говорят рубаха-парень. В настоящее время живет в глухой деревне, строит себе дом. Там нет интернета и особых удобств. По словам бойца, в деревне он отдыхает от людей. В ноябре 2017 года выходит книга Константина Масалева «Памятник бешеной пехоте». Все началось с небольшого рассказа Луна, получившегося по пути на работу. Все его друзья, прочитавшие рассказ, требовали написать еще. Так и сложилась целая книга, рассказывающая о боевых действиях 166-й МСБР в Первую Чеченскую войну. Ради чего, на ваш взгляд, звезды ездили в находящуюся в состоянии войны Чечню? Патриотизм или очередное желание показать себя публике? Что сыграло главную роль в их мотивации? Чеченская кампания затронула не только военных контрактников, солдат-срочников и сотрудников МВД. В числе воевавших в Чечне были довольно известные люди. Республика начала принимать знаменитых гостей уже в 2000-е годы, сразу после окончания военных действий. Причем это были не только звезды российского масштаба, но и многие мировые величины. Одним из первых еще в 2005 году приехал в Чечню по личному приглашению Рамзана Кадырова знаменитый чернокожий американский боксер Майк Тайсон, кумир детства чеченского лидера. Позже «Железный Майк» даже посвятил поездке в едва-едва восстановленную послевоенную Чечню целую главу в своей автобиографической книге. По собственному признанию Тайсона, в Чечне ему было очень страшно, особенно пугали люди с автоматами, стоявшие повсюду. Наиболее урожайным на иностранных гостей для Чечни выдался 2011 год. Сперва в мае на открытие стадиона «Ахмат-арена» туда приехала целая делегация футболистов мирового уровня. В том числе такие гранды, как Диего Марадонна, Луиш Фигу, Кристиан Вьери, Фабьен Бортес и другие ребята. Все они сыграли футбольный матч со сборной Кавказа, командой под личным руководством вышедшего на поле Рамзана Кадырова. Борода сборной Кавказа защищал Ренат Досаев. Тот исторический матч завершился победой Кавказа со счетом 5-2. 5 октября того же 2011 года «День Грозного», «Открытие небоскребов Грозной Сити» и «День рождения Рамзана Кадырова» посетил десант и звезд шоу-бизнеса мирового уровня. Сюда за немалый гонорар приехали американская актриса, звезда «Малышки на миллион» Хилари Суон, бельгийский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дам и виртуозная китайская скрипачка Ванесса Мэй. Правда, позже эти звезды подверглись на родине за свой визит к Кадырову суровой критике. В 2013 году Чечня приняла еще одного именитого гостя – французского актера Жерара Депардье, получившего в тот год заветный российский паспорт. Депардье лихо сплясал в резиденции Кадырова лесгинку и даже получил в подарок квартиру в Грозной Сити. Но более в Чечню уже никогда не приезжал. Судьба его грозненской квартиры остается неизвестной. В 2017 году Грозный посещал сам Рональдинью, посетил первый матч переименованного «Истерико» в Ахмат главного грозненского футбольного клуба и даже крикнул на камеру задорную чеченскую кричалку «Ахмат Сила». Осенью 2018 года гостил в Чечне сам великий и ужасный американский 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. Приехал по личному приглашению Рамзана Ахматовича на 200-летие Грозного и лихо пострелял в Грозном из автомата. И обратим ваше внимание на то, что когда-то автоматы в республике стреляли совсем по другому поводу. И звезды в Чечню приезжали совсем не для того, чтобы от души покутить, да и были они не мировыми, а отечественными. Так, настоящий боец по жизни Антон Корольков, который в мирной жизни прославился благодаря фильмам «Бригада. Тени исчезают в полдень», а также имел звездный роман с Татьяной Дорониной, приехал в республику в 2000 году. Примечательно, что в Чечне он оказался по собственному желанию, будучи в возрасте 33 лет. На этот шаг он решился после серьезной размолвки с руководством театра, в котором проработал около 10 лет. А на войне Антон – разведчик, командир взвода, побывавший в самом пекле в Аргунском ущелье и ветеран двух медалей. Принял ли Корольков это решение сгоряча или на то были другие причины – неизвестно. Достоверно известно одно – боевой опыт во второй чеченской кампании он получил, был контужен, после чего вернулся к мирной жизни. Сейчас его актерская карьера застыла, с 2005 года о нем ничего не слышно. Переходим к следующему герою нашего сегодняшнего выпуска. Российский актер Иван Шмаков, который по большей части играет на театральных подмостках и участвует в съемках короткометражных фильмов, в период с 1999 по 2000 годы проходил службу в Теченской республике в составе танкового полка «Дон-100» и по свидетельствам товарищей был на передовой. Интересно, что по окончании службы Иван Викторович работал частным предпринимателем по ремонту квартир, а в 2008 стал выступать в театре. В 2016 году актера задержали за хранение конопли, которую впервые он попробовал в Чечне в 1999 году, когда, по его словам, было особенно страшно. После военных событий Шмаков использовал траву в качестве обезболивающего средства. Суд приговорил актера к 8,5 годам лишения свободы за распространение наркотиков. Сейчас актер играет в театре, воспитывая троих детей. Продолжим список отечественных звезд, воевавших в Чечне. Константин Николаевич Балакирев – сегодня перспективный и весьма востребованный актер. После школы он был призван в ряды российской армии. Время его службы пришлось на военные события в Чеченской республике 1999 года, куда он и был отправлен. В ту пору там велась настоящая война. Боевики раз за разом совершали свои вылазки с гор, нападая на военных и мирных граждан. Балакирев реально воевал, участвовал в спецоперациях, отличился, за что был награжден медалью за отвагу. Однако рассказывать о том времени не любит. Он лишь как-то признался, что на настоящей войне стрелять в людей даже во врага было тяжело. Но та закалка теперь дает ему определенную фору перед коллегами, когда нужно сыграть военного. После армии Константин поступил в театральный вуз и в дальнейшем снялся в таких известных картинах, как «Стиляги», «Ликвидация», «Груз-200», «Никто кроме нас», «Морпехи» и другие. Его фильмография довольно обширна, в общей сложности в ней более 40 картин. Далее – герой, которого смело можно назвать «Человеком войной». Эркин Исманов скорее был рожден для войны, чем для кино. Он снялся в нескольких фильмах. Самые известные из них – это «Синдром дракона», «Пасечник», «Собр». Был успешным каскадером. Видно, умел жить только с адреналином в крови. В Чеченской войне Исманов воевал героически, смог выйти живым из обеих компаний. Примечательно, что после войны в Чечне Исманов не успокоился. Как только он узнал о вооруженном конфликте на Донбассе, так сразу и отправился в ДНР на защиту гражданского населения. Штурмовал из Варина, Луганский аэропорт, принимал участие в боях под Георгиевкой. На войне он получил тяжелое осколочное ранение ноги и потерял руку. Что его толкало на участие в боевых конфликтах, теперь уже и не спросить. При участии в последнем таком конфликте, в боях за Донбасс, в 2017 году Эркин погиб. У него остались четверо детей. Юрий Шевчук у многих ассоциируется с русским роком, хотя в его послужном списке несколько фильмов. Один из них так и называется «Рок», а еще «Духов день», «Вовочка» и другие. А еще Юрий является патриотом не только в песнях, поэтому он также оказался в числе звезд, побывавших в Чечне. В новогоднюю ночь с 1994 на 1995 Шевчук находился перед дворцом Дудаева в Грозном. Он приезжал туда с концертами и беседовал с солдатами, которые затем и рассказали, как Шевчук проявил себя при штурме Грозного. Ветеран боевых действий в Чечне Вячеслав Миронов отметил, что Юрий Юлианович в 1995 году добровольно прибыл в Чеченскую республику. И когда солдаты отбывали за припасами, тот сам прыгнул на броню и поехал с ними. В это время их окружили, и когда военные предупредили, что с ними Шевчук, противники предложили ему устроить коридор для выхода и неприкосновенность, но музыкант отказался. Он находился с солдатами до прорыва из окружения и даже несколько раз порывался взять автомат и идти в бой. Юрий Юлианович помогал раненым, а после этого случая организовал за собственные деньги лечение и протезирование пострадавших. Сам Юрий Юлианович обосновал причину своего посещения зоны боевых действий антивоенной позицией, которая, кстати сказать, не являлась на тот момент популярной. «Мы ездили туда как простые граждане, нас не ангажировала никакая партия. Мы хотели поддержать мир, потому что рок-н-ролл всегда рубился за это. На концертах была и чеченская сторона, и российская, с оружием, но они не стреляли друг в друга. Этого мы и добивались. Это было здорово». В те дни в репертуаре группы ДДТ появилась песня «Умирали пацаны», в которой звучат следующие слова. «Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасным. И не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по-птичье, да не по-овечье, по-людски они меня грели. А я им пел рок-н-ролльные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально». Добавим, что Шевчук неоднократно возвращался в Чечню, несмотря на то, что многократно попадал под обстрелы. В списке его наград есть и Александровский крест за службу на Кавказе, и наградной знак «Участник боевых действий в Чечне» и медаль «За ратную доблесть». Отдельно упомянем о Сергее Говорухине. Да, он не артист, и он не принимал участие в боевых действиях. Однако же ему пришлось быть военным журналистом как в Афганистане, так и в Чечне. За свою работу Говорухину присвоили много наград. Помимо журналистской деятельности Сергей был сценаристом. Больше всего он работал с военными фильмами. Однажды Говорухин, когда возвращался со съемок, попал под обстрел боевиков. Эти ранения были серьезными, из-за чего пришлось удалять одну ногу. Сергей Говорухин умер рано, в 50 лет. Причиной послужил инсульт. Расскажем еще один момент, как говорится, на «подумать». Посмотрим, кто в итоге получил звание народного артиста Республики Чечня. Чаще всего награжденные этим званием певцы исполняли песни на чеченском языке. Не всегда качественно, но сам факт, что они пытались петь на чеченском, очевидно, подкупал Кадырова. Список российских артистов, получивших почетное звание народного артиста Чечни, довольно внушителен. 2005 год. Николай Басков. 2006 год. Дмитрий Харатьян, Юлиан, Диана Гурцкая и Филипп Киркоров. 2008 год. Никита Джигурда, Катя Лель и Валерий Меладзе. 2009 год. Ринат Ибрагимов и Сагдиана. 2010 год. Надежда Бабкина и Авраам Руссо. 2017 год. Александр Масляков, Валерия и другие. Кроме перечисленных народных артистов, существует еще и категория заслуженных артистов. К их числу относятся Пьер Нарцисс, Дима Билан, Игорь Верник, Тимоти, Евгений Конкуров, Юта, Диана Арбенина и другие. Герои только на сцене или же и в жизни. На что способны отечественные знаменитости? Достаточно ли у них смелости, чтобы защищать родину во время войны? Многие из нас уверены, что знаменитости живут беззаботно и ни о чем не волнуются. Но это не совсем так. Есть актеры, поэты и режиссеры, судьбе которых точно не позавидуешь. Для них подобный опыт стал крайне важным по жизни, так как зачастую они кардинально меняли после этого свое мировоззрение. Константин Балакирев. Актер предпочитает не вспоминать о том боевом опыте, который он получил в Чечне. За проявленные качества артист был удостоен медали за отвагу, о чем он также не распространяется. Причина молчания Константина кроется в том, что ему психологически было невероятно трудно воевать. В дальнейшем полученные навыки он реализовал в мирном русле, на съемках фильмов. После службы поступил в театральный институт, который успешно окончил. Широкую известность Константин Балакирев получил благодаря съемкам в картинах именитых режиссеров, таких как Балабанов, Тодоровский, Урсуляк. Евгений Бунтов Актер оказался в рядах вооруженных сил сразу после окончания колледжа. На протяжении двух лет он проходил службы в 345-м воздушно-десантном полку, что привело его в Афганистан, где в свое время была война. За боевые успехи Бунтов был награжден различными грамотами, а также удостоен ордена «Красная звезда». Война сильно изменила его жизнь. Из-за участия в боевых действиях Евгению пришлось многое переоценить. В армии он начал сочинять песни, затем стихи. После службы работал на заводе, учился в Свердловском педагогическом институте. Был лауреатом на многих фестивалях авторской и солдатской песни. В 1989 году снялся в одной из главных ролей фильма «Груз-300». Занимался концертной деятельностью как автор-исполнитель. В 1995 году выпустил первый песенный альбом «Время воронов», но главным в своем творчестве считает поэзию. Публиковал стихи во многих коллективных сборниках и периодике. Выпустил три персональных сборника стихов «Назови меня боль», «Время воронов» и «Отражение». В 1996 году принят члены Союза писателей России. С 1996 года участвует в выставках картин как самостоятельный художник-график. Сергей Говорухин не участвовал в военных действиях. Он был военным журналистом и в Афганистане, и в Чечне. За свои труды Говорухин получил множество наград. Кроме как журналистской деятельностью, Говорухин преуспел как сценарист. Преимущественно, он работал над фильмами про войну. Евгений Сидихин Сразу после окончания школы номер 202 Фрунзенского района Евгений Сидихин поступил в институт на актерский факультет Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Затем совершенно неожиданно для себя оказался в армии, куда его забрали на первом курсе университета. Сначала артиста отправили в город Тиджен, а затем он оказался в Афганистане. В ОКСВА проходил службу в составе военной части 51931 в танковом батальоне 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской зимовниковской ордена Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии в городе Герат. Здесь Евгений принял участие в боевых операциях в рамках танкового батальона. Сначала, как признавался Сидихин, он опасался за свою жизнь. А затем это чувство притупилось. В Афганистане он провел год, после чего заболел ТИФом и отправился в госпиталь. В 1989 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Лгитмика «Мастерская Льва Додина». Работал в театре имени Ленсовета. В кино с 1990 года. Снялся в таких фильмах и сериалах, как «Бандитский Петербург», «Русский транзит», «Мама, не горюй», «За последней чертой», «Волчья кровь», «Барак», «Антикиллер», «Мур есть мур» и других. Всего имеет более ста работ в кино и на телевидение. Алексей Балабанов. В свое время проходил службу в авиации. В 339-м военно-транспортном авиационном полку ВТА ВВС военной транспортной авиации в Витебске. С 1981 по 1983 годы он выполнял боевые задачи в Африке и Азии. Также на долю Балабанова выпало участие в известной афганской войне. Перед завершением службы режиссера отправили в военно-морской флот. С тех пор его излюбленной одеждой была морская тельняшка. Военный опыт повлиял на него серьезно, что отразилось на работе Балабанова. Для примера достаточно взглянуть на фильм «Груз-200». За свою деятельность Алексей Балабанов получил множество наград. Основные заслуги – это премия «Ника» за фильм про уродов и людей, также он два раза становился призером кинофестиваля «Кинотавр» за картины «Брат» и «Война». Эркин Исманов. Прославился своими ролями в картинах «Пасечник», «Крапленый», «Синдром дракона», «Собор» и другие. Каскадер и актер второго плана Эркин Исманов в свое время служил в Чечне. Примечательно, что после войны он не успокоился. Как только актер узнал о вооруженном конфликте на Донбассе, он сразу и отправился в ДНР на защиту гражданского населения. Антон Корольков. Актер оказался в Чечне по собственному желанию, уйдя на войну добровольцем. Во время боевых действий Антона Геннадьевича контузило, сейчас его актерская карьера застыла, с 2005 года о нем ничего не слышно. Иван Шмаков, который по большей части играет на театральных подмостках и участвует в съемках короткометражных фильмов, в период с 1999 по 2000 годы проходил службу в Чеченской Республике. Артист также является участником боевых действий в Чечне. Интересно, что по окончании службы Иван Викторович работал частным предпринимателем по ремонту квартир, а в 2008-м стал выступать в театре. Говоря о знаменитостях, которые воевали в горячих точках, нельзя не сказать о тех, кто в Великую Отечественную войну, забросив сцену, вышел на защиту своей Родины. Вспомним их поименно. Юрий Никулин. Старший сержант. Участник Финской и Великой Отечественной войн. Защитник Ленинграда. Награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Анатолий Попанов. Старший сержант, командир взвода зенитной артиллерии. В 21 год стал инвалидом третьей группы, получив тяжелое ранение в ногу под Харьковом. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. Алексей Смирнов. Разведчик, командир огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го краснознаменного минометного полка 3-й артиллерийской житомирской краснознаменной ордена Ленина дивизии Прорыва РГК. Награжден орденами славы 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды, медали за отвагу и за боевые заслуги. Николай Трохимов. В годы Великой Отечественной войны служил в рядах военно-морского флота. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Элина Быстрицкая. Во время войны работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Германией. Иннокентий Смоктуновский. Участник битвы на Курской дуге. Форсирование Днепра, освобождение Киева. Дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя медалями за отвагу, медалью за победу над Германией. Зиновий Герт. Старший лейтенант саперной роты. На фронт ушел добровольцем. В феврале 1943 года под Белгородом был тяжело ранен в ногу. Перенес 11 операций, в результате которых нога стала короче на 8 см. Хромота осталась на всю жизнь. Награжден орденом Красной звезды. Николай Пастухов. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе латышской дивизии, получил специальность связиста, служил в танковой части, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной звезды и медалью за боевые заслуги, за победу над Германией. Павел Луспекаев. Ушел добровольцем на фронт в 15 лет. Член партизанской разведгруппы, опергруппа 00134. Получил тяжелое ранение в руку разрывной пулей. Чудом избежал ампутации. В ходе одного из разведрейдов пролежал в снегу 4 часа, серьезно обморозив ноги. Впоследствии из-за этой травмы врачи вынуждены были ампутировать Луспекаеву обе стопы. Сергей Бондарчук. Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Владимир Гуляев. Летчик-штурмовик 826-го Витебского штурмового авиаполка 335-й штурмовой авиадивизии. Совершил 60 боевых вылетов. Воевал в Белоруссии, Прибалтике. Несколько раз был ранен и контужен. Единственный из актеров фронтовиков, дважды награжденный Орденами Красного Знамени и дважды Орденами Отечественной войны 1-й степени. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. Петр Глебов. На фронт ушел добровольцем. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолетов западный сектор Подмосковья. Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды и медалью за оборону Москвы. Евгений Вестник. Воевал 3 года. Награжден двумя медалями за отвагу, Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалью за взятие Кёнигсберга, двумя медалями за отвагу, медалью за победу над Германией. Владимир Этуш. Доброволец. Закончил школу военных переводчиков в Ставрополе. Сражался в горах Коварды и Осетии. Освобождал Ростов-на-Дону, Украину. Старший лейтенант, помощник начальника штаба полка. В 1943 году был тяжело ранен и комиссован. После госпиталя получил вторую группу инвалидности. Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, Орденом Красной Звезды, медалями за оборону Кавказа, за оборону Москвы, за победу над Германией. Георгий Юматов. С 1942 года Юнга на торпедном катере отважный. Спустя год – рулевой. Освобождал Будапешт, Бухарест, Вену. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, матросской медалью Ушакова, медалями за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над Германией. Михаил Пуговкин. На фронт ушел добровольцем. Разведчик служил в 1147-м стрелковом полку. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью за победу над Германией. Леонид Оболенский. В октябре 1941 года вместе с другими преподавателями ВГИКа ушел в Московское народное ополчение. В Брянск-Вяземском окружении попал в плен в концлагерь в Баварии. Бежал из плена. До освобождения Молдавии скрывался в монастыре под бендерами под именем монаха Лаврентия. После войны был арестован и осужден. В 2005 году посмертно реабилитирован. Павел Винник. В 16 лет, приписав себе недостающие годы, стал солдатом стрелкового полка. Дошел до Берлина. Награжден Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Орденом Красной Звезды, медалями за взятие Будапешта, за взятие Берлина, за победу над Германией. Владимир Басов. Капитан, командир батареи 424-го мотострелкового полка 14-й зенитной артиллерийской Рижской дивизии резерва ГК СВГК. Заместитель начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования. Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, Орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Алексей Миронов. В 17 лет ушел добровольцем в армию, приписав себе год. Командир огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-й зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на Северо-Западном, Воронежском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в битве за Москву, Курской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной и Западной Украины, штурме Берлина. Награжден Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за отвагу, за взятие Берлина, за победу над Германией. И это еще не все имена. Как известно, служба в армии обязательно, но не всегда желанна для молодых людей. Удивительно, но факт. Эпатажный стилист Сергей Зверев по молодости служил не просто в армии, а в войсках противовоздушной обороны в Польше и даже командовал целым взводом в звании старшего сержанта. Песня Леонида Агутина, о паровозе которой умчится прямо на границу. Автобиографично. Ее автор служил в пограничных войсках на Карелло-финской границе. Узнав, что новый солдат умеет петь и играть на гитаре, начальство перевело его в гарнизонный ансамбль песни и пляски. Но потом за регулярные нарушения дисциплины, так как Агутин все время убегал в самоволку, вернуло обратно. Вот и пришлось музыканту служить так же, как все. Леонид до сих пор гордится тем, что однажды ему довелось задержать нарушителя границы. «Не могу сказать, что я рвался служить, но и откосить особо не пытался. В армию попал прямо из дворика, где горланил с ребятами песни. Меня пугали дедовщины, а я, наоборот, решил доказать свою значимость. Было дело, я однажды лично нарушителя задержал. Сейчас все это смешным кажется, а тогда я сиял от гордости, как начищенный пятак», – вспоминает певец. А вот Александру Серову вряд ли доводилось получать наряд вне очереди. Певец был командиром отделения электротерпедистов на крейсере «Дзержинский». Федор Бондарчук отдавал долг родине в кавалерийском полку Притаманской дивизии, который в начале 60-х годов прошлого века был создан специально для съемок фильма «Война и мир», режиссером которого был отец Федора, Сергей Бондарчук. Правда, из-за строптивого характера и категорического нежелания соблюдать субординацию, Федор частенько сидел на гауп-вахте. Он не ладил с отцами-командирами и все время норовил сказать им что-нибудь поперек. Для меня служба в армии имела судьбоносное значение. В 1986 году я был направлен на службу в Красноярск, откуда совсем скоро меня перевели в Москву, в кавалерийский полк Таманской дивизии. Однажды я серьезно повредил ногу и надолго загремел в госпиталь. Так, в один прекрасный день, лежа на больничной койке и плюяв потолок, я вспомнил симпатичную девушку, с которой познакомился незадолго до службы. На следующий же день я попросил друзей как можно быстрее ее разыскать и привезти ко мне. Ребята сработали оперативно, через несколько дней на пороге палаты появилась моя Светлана. С тех пор мы стали видеться все чаще и чаще, а спустя короткий промежуток времени поженились. В знаменитом кавалерийском полку вместе с Федором Бондарчуком проходил службу и будущий гардемарин Сергей Жигунов. Выпускника Щукинского училища призвали в армию как раз, когда он проходил пробы на роль в фильме «Гардемарины вперед». Чтобы оставить актера на съемках, его зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк, расположенный в Алабино. К счастью, попал служить в тот единственный во всех наших войсках кавалерийский полк, который участвовал в съемках фильма. Так что в гардемаринах снимался, будучи солдатом, рассказал Сергей. А Бондарчук был у меня дедом. Мы в одном эскадроне служили. Он моложе меня, но в армию пошел на год раньше. Федька был очень дерзкий, дрался без остановки. Супруга Жигунова, Вера Новикова, вспоминает. Его полк стоял под Москвой, и я к нему ездила. Мы жили в военной гостинице с ужасными тараканами. Он был такой смешной, стриженный. От него незнакомо пахло лошадьми и кожей. Иногда его отпускали на побывку домой. Рано утром надо было обязательно вернуться на построение. Однажды Сережа заснул в электричке и проехал свою станцию Алабина. Чуть не умер, пока добежал до части в кирзовых сапогах. Слава богу, на губу не попал. Однако во время съемок одного из эпизодов гардемаринов Жигунов получил тяжелую травму. Шпага угодила прямо в глаз и повредила зрительный нерв. Почти месяц Сергей не обращался в больницу, снимался с ранением, а затем был комиссован. В семье Михаила Пореченкова служение в армии было делом части. Его отец был офицером. Именно поэтому актера отправили в высшее военно-политическое строительное училище Таллинна, где он успешно отучился почти до конца. За нарушение дисциплины и постоянной потасовки курсанты Пореченкова отчислили за несколько дней до выпуска. Никита Михалков по окончании режиссерского факультета ВГИКа отправился служить на Тихоокеанский флот. Причем служить в море режиссер попросился сам. В армии я научился терпению доводить начатое до конца, говорит Никита Михалков, который был призван в ряды вооруженных сил в 27 лет. К моменту призыва он уже был суперпопулярным благодаря главной роли в картине «Георгия Данелия. Я шагаю по Москве», песенку из которой напевала вся страна. Изначально Никита должен был служить в кавалерийском полку Валабино, куда попадали многие выпускники московских театральных вузов. Но в один момент все переменилось. У Михалкова завязался роман с дочерью члена политбюро ЦК КПСС. Отношения развивались стремительно, однако в какой-то момент актер решил дать задний ход. Чтобы завершить эту любовную историю, Никита левой рукой написал сам на себя донос в парткомке на студии «Мосфильм». «Я написал очень искреннее письмо о том, почему мы не можем быть вместе. С того момента и началось», вспоминает режиссер. «Я готовился снимать свой среди чужих, чужой среди своих, и служба Валабина была в каком-то смысле даже полезна, поскольку предполагал, что сумею подготовить сцены с лошадьми, которых в фильме много. И вдруг узнаю, меня отправляет стройбат в новои». Шокированный актер не мог понять, что происходит. В кавполке его не взяли, в команду, которую набирали для театра Советской армии, он тоже не попал. Психанов Никита пошел к старшему офицеру, но услышал все тот же ответ стройбат. Возмущенный Михалков заявил, «Да вы все с ума посходили, что ли? Думаете, ни на что другое не годен, кроме как узбекам цемент месить?» А полковник ухмыльнулся и спросил, «А ты, Михалков, предпочел бы в Москве остаться, да? Это разослило меня еще больше. Нет, говорю, готов ехать с самой дальней командой. Даже на Дальний Восток? Тогда пиши заявление». В итоге Никита Михалков попал в Камчатскую военную флотилию Краснознаменного Тихоокеанского флота. Прослужил там один год как человек с высшим образованием. Говорят, поднял в тех местах художественную самодеятельность и обрел множество поклонниц. Во флоте же служил писатель и драматург, Евгений Гришковец, о чем он неоднократно писал в своих произведениях. Правда, судя по ним, воспоминания о том периоде у Евгения Валерьевича не самые радужные. Службу омрачали тяжелые физические нагрузки, дедовщина и тоска по дому, но он относился к ним с присущим ему юмором. На Тихоокеанском флоте на острове Русском служил и фронтмен группы «Мумий-тролль» Илья Лобутенко. В отличие от Гришковца, о своей службе он вспоминает с удовольствием. Дедовщина в его части не было, к тому же во время ночных дежурств он сочинял песни. Григорий Лепс проходил армейскую службу в Хабаровске на режимном объекте заводе, выпускающем военные автомобили. Отучившись десятилетку, будущий артист поступил в музыкальное училище на отделение ударных инструментов. Учился играть на ксилофоне, барабане или таврах. Однако после двух лет обучения его музыкальное образование было прервано, пришла повестка в армию. «Ну, пришла и пришла, я как-то не переживал по этому поводу», – вспоминает артист. Служил себе спокойно в Хабаровске, на военном заводе ракетные тягачи ремонтировал. Во время службы Григорий нашел единомышленников с музыкальными способностями. Они организовали небольшой ансамбль. Такую художественную самодеятельность, которую очень уважали командиры. Практически каждый вечер Лепс и его друзья играли в офицеров. Со временем даже стали местными знаменитостями. Скажу честно, об армии у меня остались очень хорошие воспоминания. Нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь, когда езжу на гастроли в другие города. Владимир Вдовиченков не скрывает, что идти в армию ему очень не хотелось. В восьмом классе он пытался поступить в Таллиннское мореходное училище, но заболел математику. Чтобы избежать призыва, после окончания школы поехал в Кронштадт и поступил там в мореходную школу, где учился по специальности котельный машинист. Смысл был такой. Строевой шаг вроде отрабатывается, но все равно это не армия, а школа, рассказывает актер. Семь месяцев я там отучился, затем распределился на север в Мурманск, где отработал полтора года на среднем морском сухогрузном транспорте Илга. По словам Владимира, в морской романтике он разочаровался буквально через неделю. Там не было тепличных условий. Грязно, воняет, башка болит, механизмы все шумят, не говоря уж о морской болезни. В общем, я понял, что моряка из меня не получилось. Последние полтора года перед получением военного билета Вдовиченков работал на водоналивном танкере в Балтийске. Помню, попали мы в какой-то сумасшедший шторм. Для опытных мореходов он наверняка был не самый страшный. Для них это привычное дело. Но меня рвало без остановки двое суток. Передвигаться мог только на четвереньках. И я попросил дать мне выходной. На что старший механик сказал, это твои проблемы, старик. Привыкнешь, пройдет. А поставлю прогул, пойдешь в армию. Так, ползая на четвереньках, я и выполнял свою работу, вспоминает артист. В результате родине я долг честно отдавал в общей сложности около четырех лет. Во вспомогательном флоте ВМФ, говорит Владимир. Теперь я старший матрос запаса, то бишь по-сухопутному ефрейтор. И меня никто не обвинит в том, что я где-то слукавил. Резидент Камеди Клаба Вадим Галыгин после школы поступил в Минское высшее военно-командное училище. Потом учился в военной академии и должен был стать офицером-артиллеристом. Но начал играть в КВН, и карьера военного отошла на второй план. Вадим уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Певец Александр Маршал учился в Ставропольском высшем училище войск ПВО. Но кто бы мог подумать, был отчислен за плохую успеваемость. Еще один кадровый военный – муж Наташи Королевой Тарзан, он же Сергей Глушко. Его детство и юность прошли в военном городке, поэтому после школы у юноши был только один путь – военное училище. Правда, послужить ему так и не удалось, зато он стал звездой стриптиза. Антон Макарский вспоминает «В армию я попал прямо со сцены. Ничуть не жалею, что отслужил. Тем более, как таковая служба продлилась недолго. Спустя два месяца командиром взвода было принято решение отправить меня в академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД. Тут-то со мной и приключилась забавная история». Один лейтенант, заметив мои отличные физические данные, во что бы то ни стало, захотел иметь меня в числе солдат разведвзвода. И когда за мной приехали из ансамбля, пришлось уходить чуть ли не огородами, боялся нарваться на того офицера. И, как говорится, так далее. Среди звезд многие прошли через армию. При этом, как оказалось, певец Николай Расторгуев, много лет выходивший на сцену в гимнастерке и галифе, на самом деле в армии не служил. Комбат российского шоу-бизнеса отдал долг стране лишь на военной кафедре Московского технологического института легкой промышленности. Поразительно, но в рядах вооруженных сил в свое время не был замечен и нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Стоит ли подрастающему поколению рассказывать о таких примерах, как Сергей Бадюк и Костя Дзю? Может ли оно, глядя на них, захотеть служить в армии? В этой жизни возможно все, и доказательство тому история жизни Сергея Бадюка и Константина Дзю. Взять хотя бы первого из них. Он побывал мастером по шести видам спорта – спецназовцем, офицером ФСБ, топ-менеджером промышленной компании, телеведущим, каскадером, тренером, сценаристом, ресторатором, звонарем в Храме Христа Спасителя и голливудским актером. О достижениях Константина Дзю говорит уже один тот факт, что его имя внесено в Международный зал славы. Хороший пример для подрастающего поколения. Сергей Николаевич Бадюк. Российский спортсмен, каратист, актер, президент профессиональной лиги армлифтинга и общественный деятель. Уроженец села Гиболовка в Винницкой области. Сергей Бадюк родился 3 июля 1970 года в семье советского милиционера и преподавательницы иностранного языка. Бадюк без проблем жмет с груди по два центнера, крушит голыми руками кубометры деревянных досок, отлично обращается с холодным и огнестрельным оружием и на настоящий момент является просто легендой в мире боевых искусств. За плечами Сергея Бадюка служба в спецназе ГРУ ГШ, работа в ФСБ. А кроме этого он обладатель поистине недюжинного интеллекта. Сергей закончил несколько университетов, имеет юридическое и экономическое образование, отлично владеет английским языком, который выучил, изучая первые пособия по карате, имеет успехи в китайском языке. Шкаф в его рабочем кабинете до самого потолка забит книгами, и в нем можно найти издания как по боевым искусствам, так и по философии и культуре. Сегодня Сергей Бадюк частый гость на телевидении, где ведет спортивные программы. Кроме того, он киноактер, который в последние годы все чаще появляется на киноэкранах. Из досье. Срочную службу проходил в спецназе ГРУ ГШ. После армии поступил высшую школу КГБ СССР. Работал в органах госбезопасности. Продолжает сотрудничество с силовыми структурами в качестве педагога и тренера. О службе в армии Сергей Бадюк рассказал изданию спецназ. Вообще, я и сам хотел служить в ВДВ. После просмотра фильмов в зоне особого внимания я загорелся десантом. Упрашивал отца, замучил военкома, и тот сдался, сказав, пойдешь служить в спецназ ГРУ. Что это такое, я правда не знал, но отправился на областной сборный пункт со своим личным делом и просидел там три дня. За это время оттуда очень много парней отправили в войска, а за мной так никто и не приехал. Когда я был уже в отчаянии, на сборочном пункте появились двое десантников. Я сразу к ним говорю, ребята, я хочу быть десантником. Они на меня посмотрели, поняли, что я парень крепкий, спросили, чем занимаюсь и сказали, забираем. Потом зашли в штаб, побыли там немножко и вышли сильно озадаченные. Капитан тогда на меня задумчиво поглядел и с досадой говорит, нет, сынок, ты пока еще подожди, за тобой приедут. Оказывается, к тому моменту в личном деле уже было четко прописано, в спецназ. Так я попал в ВЧ 65554, 8-я отдельная бригада специального назначения КРУ ГШ. До этого момента я даже не знал, что такой спецназ существует. Уже потом понял, что часть, в которую я попал, к десанту имеет отношение постольку поскольку мы только форму десантную носили, а цели и задачи у нас были совершенно другие. Могу сказать, что бригада мне попалась хорошая, командиры у меня были замечательные и все было отлично. Служить в спецназе сложно, конечно, но классно. Мне нравилось то, чем мы занимались. Боевая подготовка, специальная, воздушно-десантная. Естественно, требовалась очень хорошая физическая форма, особенно выносливость. Рукопашный бой, вопреки мнению многих, присутствовал по остаточному принципу. Кто хотел, тот занимался. Основную часть времени мы бегали и работали на силу. К нам неспортивных просто не брали. 80% солдат были разрядниками и КМСами. Все крепкие и здоровые парни. Много боксеров, борцов. Серьезно все было. По сути, теперь я могу убить голыми руками. И стреляю, в принципе, неплохо. Одно время я работал в компании Оренбургнефть, и мы тогда помогали ребятам из спецподразделения Уинсармат с экипировкой к предстоящей командировке на Кавказ. Они как-то пригласили к себе пострелять. И я там присмотрел себе ПК. В армии был пулеметчиком. Но после завершения службы не стрелял много лет. Так вот, отстрелял я как положено. Лента соточка и трех мишеней как не бывало. И эти навыки никуда не пропадают. Они всегда со мной. Нас готовили так, что я до сих пор помню все, чему учили. Больше 20 лет прошло, а я все еще без проблем могу собрать взрывную сеть. Я, может быть, не посчитаю правильно заряд, но с любым штатным МВУ разберусь очень быстро. Да и с нештатным тоже. Потому что все это вбивалось в голову намертво. Как и что. Два года подряд я становился лучшим разведчиком округа. А на таких соревнованиях часто присутствуют так называемые купцы, вербовщики из числа сотрудников спецслужб. После той победы меня вызвал наш особист и спросил, не хочу ли я поступить в высшую школу КГБ. Я тогда не знал, что это такое, и сам хотел поступать в вуз МВД, чтобы потом стать милиционером как отец. Но стало интересно, и я решил попробовать. Вернувшись из очередной командировки, сдал все экзамены на отлично и стал слушателем высшей школы КГБ. Учился я на контрразведывательном факультете, потом заканчивал специальный факультет высшей школы. Заявленный уровень был очень высокий, конкурс был 15-20 человек на место. Профессорско-преподавательский состав был сильнейший. Мы получали блестящее образование, как специальное, так и юридическое, языковое. Я и до армии язык знал неплохо, но после высшей школы КГБ у меня уровень повысился в разы. Когда я поехал на учебу в США, то через неделю после приезда уже мог спокойно общаться с американцами и даже шутки понимал. А фольклор, сленг и юмор – это традиционно самые сложные для понимания вещи в чужой стране. О жизни после Уже после того, как я уволился из органов, ко мне обратились просьбы о проведении определенных мастер-классов, и я с удовольствием согласился. В основном на этих семинарах я ставлю тактическое мышление. Мы посвящаем занятия одной конкретно взятой теме, к примеру, возвращение оперативного сотрудника с работы домой. Мы проходим маршрут и смотрим, где и какие моменты нас могут ждать. Или вот пример. Оперативный сотрудник встречается с кем-то. Сидит оперативник в ресторане и там возникает ситуация. Как мы уходим из этого ресторана? Мы рассматриваем какие-то абсолютно жизненные ситуации, которые могут привести к боевому столкновению. Но эти задачи в первую очередь тактические. Мы учимся определять по каким-то определенным признакам нависшую над сотрудником угрозу и ищем пути выхода из ситуации. Само собой на семинарах преподается противодействие холодному оружию, огнестрельному, применение оружия против противника на поражение. Это все единый комплекс. Одно из условий этих мастер-классов мы категорически не занимаемся в залах. В залах ставят технику, а я свои занятия провожу вне стен академии. Выбираем какие-то места на улице и там проводим наши занятия. Потому что за много лет моей жизни в зале у меня реальных боевых столкновений не было ни разу. Ситуации, если и возникали, то это происходило на улице, на лестничном пролете, в подъезде, где угодно, только не в спортзале. Несколько раз занятия проводились по ночам. Чем ближе к жизни, тем лучше. Человек должен получать определенное давление на психику. Если случись ситуация в реальности, он был бы к ней готов. В связи с этим есть один совет. Будьте всегда наготовен. Замечайте все, что происходит. Думайте, куда идете. Анализируйте ситуацию и постоянно совершенствуйте свою спортивную форму. Ни одному оперативному сотруднику никто и никогда не даст гарантии, что он случайно не встретится с теми людьми, по которым он работал раньше. Это может произойти где угодно. Случайно, а может и нет. Человек должен понимать. Если он уже окунулся в эту кухню, выходил на работу, то его могут искать. А кроме того, у нас есть куча идиотов на улицах. Мало что ли случаев, когда боевые офицеры погибали в мирной жизни? Из досье. Восьмой дан по карате. Мастер спорта СССР по рукопашному бою. Неоднократный призер и победитель первенств ФСБ по рукопашному бою. Мастер спорта по тэквондо. Двухкратный чемпион Москвы по тэквондо в тяжелом весе. Далее перейдем к следующему нашему герою. Кто не знает великого боксера Костю Цзю? Наверное, таких людей практически не существует, ведь он абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Из досье. Константин Борисович Цзю. Дата рождения. 19 сентября 1969 года. Место рождения. Город Серов, Россия. Рост 170 сантиметров. Дистанция атаки 170 сантиметров. Послужной список. За свою профессиональную боксерскую карьеру провел 34 боя, одержав победу в 32 из них. При этом 26 поединков были завершены нокаутом. Вскоре после того, как в 1987 году Костя Цзю завоевал главный мировой боксерский титул среди юниоров, его должны были призвать в армию. Как перспективного спортсмена Костю приписали к обществу «Динамо». Через несколько месяцев он написал заявление в военкомат и попросил направить его поступать в Орловское высшее военное училище связи. Старое название – Академия спецсвязи. Через месяц после поступления Цзю написал заявление с просьбой перевести его на срочную службу. По-видимому, он понял, что совмещать учебу и спорт было бы очень сложно. После перевода Костя стал ходить на тренировки в спортзал «Динамо». Ему выписывали увольнительную, и он целые дни проводил на ринге. Уже будучи чемпионом, Костя Цзю часто ездил на сборы с командой военного училища. Офицеров расселяли в гостинице, рядовой состав в казарме. Спали на двухъярусных кроватях. В один из таких сборов Костю как участника Олимпиады решили поселить к офицерам, но он наотрез отказался. «Я рядовой, вот и буду со своими ночевать». Уволился из армии Костя после того, как ему предложили выгодный контракт в Австралии. Но команду, в которой начинал профессиональную карьеру, он не забывает. Несколько лет назад он прислал в Музей Академии сувенирные боксерские перчатки и плакат со своим автографом. К сожалению, об армейском периоде жизни Косте Цзю мало что известно. Гораздо более резонансно – его боксерская карьера. В 1989 году Косте Цзю удалось добиться серьезного успеха в главной возрастной группе. В это время Цзю стал обладателем чемпионского пояса на турнире в СССР и вскоре после того с триумфом выступил на Европейском чемпионате, где также взошел на высшую ступень пьедестала. Затем последовала длинная череда весомых побед. В период 90-91 годов талантливый боксер дважды подряд стал обладателем звания чемпиона Советского Союза, а также получил множество золотых медалей по результатам международных состязаний. В 1989 году на мировом чемпионате по боксу, который проходил в российской столице, Костя Цзю сумел занять третью призовую позицию в группе спортсменов в весовой категории до 60 килограммов. Спустя год чемпион положил в копилку и золотые медали с Игры доброй воли в Сиэтле. 1991 стал не менее впечатляющим и ярким в карьере спортсмена. В это время Костя заработал золотые медали европейского и международного чемпионатов. Серьезные результаты на соревнованиях привлекли немалый интерес тренера из Австралии Джонни Льюиса к спортсмену из Советского Союза, который в скором времени убедил боксера переехать на зеленый континент. Затем Цзю предложили официально стать гражданином Австралии, с чем тот охотно согласился. После этого боксер начал выступать на регулярных выставочных противоборствах по всей планете. В течение профессиональной карьеры боксер по прозвищу Гром из Австралии считался одним из самых сильных спортсменов мира в весовой категории до 63,5 килограммов. Время от времени Костю удавалось одерживать верх над знаменитыми бойцами – Хуаном Лапорте, Джесси Лейхой, Забом Джудой и многими другими. Эти яркие победы были предшественниками невероятной славы и мирового признания в боксерском мире. Цзю стал звездой в Австралии и родной России. В совокупности Костя выходил на ринг 282 раза, одержав при этом 270 побед. За такие впечатляющие показатели в 2011 году боксер введен в Международный зал бойцовской славы. Примечательно, что в тот же день наряду с Джю подобной честью удостоились голливудский актер Сильвестр Сталлоне и чемпион Мексики Хулио Сезар Чавес. Последнего Константин одолел в 2000-м в титульном поединке названия чемпиона в первом полусреднем весе. Самый знаменитый бой российского боксера состоялся в 2001 году в Лас-Вегасе. Бой в первом полусреднем весе между чемпионом WBA WBC, 32-летним Костя Цзю, и чемпионом IBF, 24-летним Забом Джудой, зрители запомнили, ведь фаворит сенсационно проиграл. Этот поединок Цзю против ученика Тайсона считается одним из интереснейших в истории бокса. Американец напористо начал встречу. Первый раунд Зю постоянно уступал своему сопернику. Казалось, Джуда вскоре продемонстрирует свое мастерство, а также скажется разница в возрасте, но этого не произошло. Во втором раунде абсолютный чемпион мира начал с первых секунд давить на соперника, пытаясь выбросить левый апперкот. В свою очередь Костя намеревался остановить прыткого противника, ограничив свободу действий в ближнем бою. За 8 секунд до гонга Джуда пропустил мощный правый кросс в голову и упал на канвас, заработав нокаут. Чистого нокаута не было, но после того, как Заб быстро поднялся, его сильно повело в сторону, и он упал второй раз. «Танец цыпленка» – так журналисты назовут физическое состояние американского боксера после мощного удара российского австралийца. Джей Нейди, рефери поединка, решил остановить бой. Подобный судейский арбитраж привел в ярость боксера из США. Заб Джуда набросился на Нейди, заявляя, что готов продолжить поединок, но встречу все-таки остановили. Решение судьи до сих пор обсуждают специалисты. Чистый нокаут не состоялся, но падение американца, а также его состояние после удара, который нанес Костя, повлияли на рефери. Джуда требовал провести матч-реванш, но встреча так и не была организована. Адзю и вовсе завершил профессиональную карьеру. В июне 2005 года в Манчестере состоялся бой против британца Рики Хаттона. Этот поединок стал решающим в карьере российско-австралийского боксера. Хаттон, победив Джю техническим нокаутом, отобрал титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF. Джю отказался участвовать в заключительном раунде, и тренерский штаб выбросил белое полотенце. Позднее спортсмен рассказал, что каждый бой проходил на грани жизни и смерти, но в тот раз Костя оказался не готов умереть. А потом россиянин не нашел мотивации вернуться на ринг. От боя реванша британец отказался, сославшись на подготовку к противостоянию с чемпионом мира по версии WBC Флойдом Мейвезером. После окончания профессиональной карьеры Костя Джю стал тренировать молодое поколение. Для подопечных разработана специальная схема тренировок, позволявшая эффективно противостоять соперникам в ринге. Наиболее памятными учениками российского спортсмена стали боксеры Денис Лебедев, Александр Поветкин и Хабиб Аллахвердиев. Одновременно Джю проводил мастер-классы для юных спортсменов. На личные средства Константин открыл спортшколы по всей территории России, мотивируя такое решение желанием помочь в расширении и популяризации спорта в родной стране. В Екатеринбурге работает академия бокса, носящая имя чемпиона. На этом, собственно, и все. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то не скупитесь на лайки. И обязательно дополните его, если имели опыт общения с нашими героями в армейских годах. А мы на этом с вами прощаемся, до новых встреч. Скоро увидимся снова, друзья.